Есть старый добрый анекдот, как двое приходят к Равину и говорят Рабой, мы хотим развестись, но у нас проблема Равин говорит, что за проблема? Он говорит, ну вот у нас 13 детей, и мы не знаем, как их поделить Как-то нечетное число, 7, 6, как быть правильно? Равин долго думал, думал и говорит, у меня для вас хорошая идея Идите поживите еще немножко, погодик поживите Пускай у вас родится еще один ребенок Потом у вас будет четное количество и поделите пополам Они говорят, хорошая идея Ушли они, год их не видно, два не видно Ну Равин думает, наверное, мой план сработал Они все-таки, у них получилось помириться и подружиться, живут вместе Так Равин решил позвонить к ним и узнать, как у них идут дела Равин звонит и говорит, слышь, ну как у вас, в счет вас не видно Уже два года, как у вас все получилось, нормально, все, живете с миром Он говорит, да нет, у нас двойняшки родились Итак, как же добиться мира? Глава Китиса В главе говорится об одном и самом трагическом событии Где еврейский народ сделал золотого тверца И не дождался Мошеробейну на горе Синай И говорится, что Всевышний хотел наказать еврейский народ Но тут Мошеробейну, Моисей, заступился за еврейский народ и сказал Всевышнему Такие слова И теперь если ты простишь их, то хорошо, ты их простишь Но если нет Стери меня с твоей книги, которую ты написал То есть вычеркни меня из Торы, если ты вычеркнешь еврейский народ Величайший из лидеров, который был, это Мошеробейну Который встал и сказал Я лично ставлю себя в жертву, если ты будешь вылишь свой гнев на еврейский народ Вот это настоящая черта Черта, где он даже не был виноват Мошеробейну вообще даже не участвовал в грехе с золотым тельцом И он встал и говорит Мошеробейну Всевышнему Всевышний, хочешь их уничтожить? Начни с меня Начни с меня и тогда ты можешь их уничтожить Есть интересная история Как молодая пара поженилась И есть обычай первые семь дней после свадьбы делать шевоброход Шевоброход это дословный перевод всем благословений Каждый вечер забираются и делают всем благословений И дают всем благословений жениху и невесте И вот на этой свадьбе молодожены пришли И во время шевоброход, первый день после свадьбы Невеста после того, как выпила немножко водички и сидит, смотрит Она потеряла бриллиантовое кольцо, которое ей подарил жених на свадьбе То есть уже муж Она начала искать, замешивалась, где может быть кольцо Под салфеткой, под тарелкой Тут, там, на полу, везде И она начинает понимать, что она потеряла Очень-очень дорогое кольцо И не только это, но позор и стыд, который ее ждет У нее просто началась паника и истерика И муж, увидев ее в таком состоянии, он не знал, что делать Но тут люди, конечно, узнали И сразу подошла свекровь, мама жениха И стала говорить, как это возможно В первый день свадьбы И если она подходит к сыну своему, то есть к жениху И говорит, как такое могло произойти В первый день свадьбы, если она кольцо в первый день не может Один день за ним посмотреть Как она завтра будет смотреть за детьми За тобой, за семьей, за домом И начался шум Подключились сестры, подключились тети Подключились дяди Девочка, невеста была в полном, полном Полных, как бы, в состоянии Ей не хотелось вообще ничего Жених увидел, что произошло Что уже муж И он решил сказать, что давайте закончим уже трапезу Сказали брикад Амазон Он сказал, я себя устал, давайте пойдем домой Они ушли, и ночью невеста вся в слезах Он ее пытался утешить Ну, конечно, у нее ничего не удалось Второй день, то же самое Она уже не хотела идти на шевоброход На второй, и так начинать жизнь Это такой упадок, такой, как бы, стресс И жених ей говорит, все будет хорошо Это ерунда, начинаем нашу жизнь Они пришли на второй день шевоброход На нее все косо смотрят Мать с ней даже не разговаривает И сестры, все, как бы, реагируют негативно на нее Она сидит полностью красная И жених пытается поднять ей настроение И вот третий день шевоброход Четвертый день На четвертый день шевоброхода Они приходят домой И муж заходит в гардероб и находит у себя в костюме Он говорит, дорогая, я нашел Она говорит, что стало? Я нашел кольцо Она говорит, как, где? И он показывает кольцо, которое было у него в кармане В свадебном костюме Он говорит, мы после, когда ты делала на теладе даем Омывение рук Есть такой закон, надо снимать все кольца с рук И руки должны быть абсолютно, как бы, без ничего Чтобы сделать обмывение рук перед хлебом Когда ты делала омывение рук на хлеб Ты сняла кольцо и дала его мне И я забыл все это время Кольцо было у меня в свадебном костюме А я сейчас в другом костюме И он извинился перед ней Она такая радостная Все, наконец-то Сейчас она опять завоюет как бы авторитет перед всеми И все будут извиняться перед ней И вот они приходят Пятый день шевоброхода В ресторан, где все их ждут И она себя чувствует, что вот теперь вот у нее Она чувствует, что она два метра ростом Заходит в ресторан Все перед ней, ой, извини Мы так плохо про тебя думали Вот кольцо нашлось И она, ну ничего, ничего Там садится Проводит шевоброход И в конце шевоброход муж встает И говорит, дорогие друзья Я хочу извиниться перед своей женой Что я вовремя не вспомнил Что кольцо на самом деле было у меня В свадебном костюме Пожалуйста, чтобы никто плохо не думал о моей жене Простите, что такая ситуация произошла Я виноват во всем И закончили шевоброход Все помирились И все было хорошо Но тут история еще не заканчивается Спустя где-то 2-3 года Жена как-то покупала продукты для дома Когда она заходила домой с вещами Она зацепила кольцо об стенку И кольцо стало, камень, вот этот драгоценный Стал шататься И она вспомнила историю с этим кольцом Она думает, не буду рисковать Поеду я к ювелиру У кого мы купили это кольцо с мужем И попрошу его, чтобы он его мне закрепил Так она и сделала Она едет на 47-ю стрит в Манхэттен К ювелиру И показывает ему кольцо Что вот камень шатается Вот-вот упадет Пожалуйста, закрепи мне его так Чтобы он не упал Ювелир посмотрел на драгоценный камень И у ювелиров У них каждый камень Есть такое лазерным лучом Как-то они вводят в каждый камень Номер свой И они знают, какой камень они продали Кому И он смотрит на это кольцо и говорит Этот драгоценный камень я вам не продавал Она полностью не понимает, что происходит Как так? Это же кольцо, которое мы у вас купили Вот, посмотрите Показывает ему все документы, где они купили Он говорит, я его вам не продавал Тут другое кольцо Она быстро едет домой Встретит своего мужа Чтобы понять, что происходит Садится за стол И ждет своего мужа Каждая минута, пока муж придет с работы Для нее был час Она ждет Муж приходит домой И она говорит Ну, расскажи мне, что произошло с кольцом Я была сегодня у ювелира И ювелир мне сказал, что это не то кольцо Что мы с тобой купили у него перед нашей свадьбой И он понял Что ему пора рассказать всю правду Что произошло с кольцом Он говорит В ночь, когда мы пришли домой с тобой Я увидел твои чувства Я увидел твое лицо Как ты плачешь И я решил, что я отдам последние свои деньги Все, что у меня есть Но я куплю такое же кольцо Чтоб только не позорить тебя дальше И мне зайло пару дней Пока я достал у других ювелиров Такое же похожее кольцо И я до сих пор выплачиваю эту сумму И с Божьей помощью мы эту сумму выплатим скоро Этот поступок говорит нам О человечности О благодушности человека И о том, что у каждого из нас Есть такие возможности Сделать такой шаг в своей жизни Мошер Абейну говорит нам в недельной главе И если ты не простишь еврейский народ То стери меня с твоей книги Он не виноват Мошер Абейну даже не был виноват То же самое этот парень в этой истории Каждый из нас имеет частичку От самого Мошер Абейну Мы каждый из нас можем быть Своего рода Таким же адвокатом Для другого Как это сделал Мошер Абейну Мы каждый из нас можем взять удар на себя И не надо бояться Что мы что-то потеряем Не надо бояться, чтобы Себя выгородить Только чтобы у меня было хорошо Даже если это будет в ущерб тебе Надо иногда встать И защитить другого И этому чему учит нас Недельная глава Китиса Встань и защити другого Шаббат шалом Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok